На их примере я расскажу, как можно мотать пальцы. Салют, мы находимся в Prime Jiu-Jitsu на Ленинском проспекте. Со 2 по 6 января здесь пройдет BGF Camp, новогодний кэмп, на котором будет 5 инструкторов, которые расскажут каждый о своей теме, которой он хорош и может что-то показать. Соответственно, моя тема это 3 января, это Lappel Guard, Squid Guard, какие-то варианты может быть из Вормгарда. Но что важно знать до этого? Я всем очень рекомендую приобрести пластырь и научиться правильно мотать пальцы. Для чего мы мотаем пальцы? Это снижает компрессионные нагрузки, держит связки в тонусе в некотором, снижает трение суставов между собой. То есть, ну, наколенники, все мы сталкивались, что такое наколенники. Мы можем надеть, а защиты на пальцы, на пальцы ее, соответственно, не существует. И нам приходится как-то импровизировать, мотать пальцы. Идем вот туда, вот к нашим прекрасным чемпионам. И на их примере я расскажу, как можно мотать пальцы. Соответственно, Леандро Ло, мы можем наблюдать то, что у него некоторые пальцы связаны между собой. То есть, возможно, у него там были травмированы или этот, или этот. Он их просто связал для того, чтобы закрепить между собой. Такой вариант, если у вас уже, соответственно, фаланги травмированы, и вы просто, ну, помогаете соседним пальцам чуть облегчить нагрузку. Вариант скинным Корнелиусом, который, соответственно, в своей игре в основном и использует лапеллы, и все вот эти вот травмировающие воздействия он пытается нивелировать за счет заматывания пальцев. Как он мотает пальцы? Он между собой стягивает, соответственно, я не знаю, откуда идет счет. Допустим, это первая фаланга, вторая, третья. Он между собой стягивает вторую и третью фалангу. Многие думают, что замотать пальцы очень легко. На самом деле, чтобы замотать пальцы, нужно тут тоже немножко потренироваться. Это такая же техника, как и, соответственно, борьба. Как пальцы заматаны и кинуны? Он закрепляет пластырь на средней фаланге, сгибает его, обязательно сгибает его. Для чего это делается? Чтобы появилась некая амортизация. То есть, если в прямом положении вы палец замотаете, вот в таком, намотаете пластырь, он вам, по сути, особо ничем не поможет. Палец нужно немножко сгибать и здесь создавать некое натяжение. И согнутый палец уже мы тейпируем. Я делаю два оборота вокруг третьей фаланги и возвращаюсь на вторую фалангу. Затем пластырь я обрываю. Вот, в согнутом положении этот палец зафиксирован. Соответственно, теперь, по мнению Кинона, немножко стало удобнее работать в захвате и держать лапелло. Честно, мне этот способ не подходит. Возможно, как раз из-за того, что вот эти фаланги средние у меня не болят. Я сталкиваюсь с проблемой, то, что у меня вот первые фаланги болят. И вот наглядный пример Николас Мерегали. Я мотаю пальцы, как Николас Мерегали. Соответственно, я заматываю палец, опять же, начиная со средней фаланги. Чутка, да, наверное, сюда, сейчас снимай. Чуть-чуть сгибаю первую, создаю натяжение. Закрепляю пластырь на первой фаланге. Делаю три оборота и возвращаюсь опять на вторую фалангу. Вот, соответственно, вот таким способом я это делаю. Мои пальцы готовы к работе. Давайте, наверное, мы перейдем в сторону каната. Канат замотан. Какой нагрузке поддаются ваши пальцы при борьбе? Вот мы взяли канат, соответственно, представляем, что это наш лапел. Соперник пытается постоянно вырвать лапел из вашей руки, и пальцы съезжают. Появляются скручивающие какие-то воздействия. Да, возможно, там они щелкают. Всего этого можно избежать. Ну, снять, скажем так, нагрузку, которая попадает на ваши пальцы, немножко распределив, затейпировав их. Вот, соответственно, уже этой рукой мне держать вполне удобно. У меня ничего не сползает. А эта рука, пальцы немножко подворачиваются. А эти держат плотно за счет того, что я немножко им помог. Соответственно, возвращаясь к теме пластыря. Как выбрать пластырь? К сожалению или к счастью, мы живем в России. И пока ни один бренд экипировки для джиу-джитсу и вообще для ММА не представил у нас на рынке специального пластыря для тейпирования пальцев. Вот, хотя у многих производителей экипировки там скрэмбл, знаю, татами. Да и много у кого еще есть специальный тейп для пальцев. У нас такой возможности нет. Лучшее, что я могу найти в России, это, наверное, пластырь из спортмастера. Там такая катушечка. Соответственно, пластырь из спортмастера. Называется он вот так вот. Стоит он вот столько. Как это выглядит? Я уже поделил катушку на три равных части. Соответственно, тут, наверное, около сантиметра плюс-минус. И этими полосками я тейпирую пальцы. Как это выглядит в новой катушке? Мы катушку достали, коробку выкинули. Можно ножничками, можно руками разорвать на три равных части. Вот таким образом. Раз. И еще. И начинаем уже, соответственно, мотать пальцы. Свою экипировку нужно готовить, свои навыки нужно готовить. И, соответственно, свои суставы также нужно готовить. О своих пальцах стоит заботиться в самом начале. Если сегодня у вас пальцы не болят при срыве захватов, при игре спайдера, ворма, неважно, лапелл гарда. Если вы ими будете пренебрегать, они обязательно заболят в дальнейшем. Поэтому советую научиться тейпировать пальцы. И хотя бы про одну проблему забыть. Иначе вот они такие красивые будут. Второе, третье, четвертое, пятое и шестое января здесь. Мы вас ждем. Ссылка на оплату в описании. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!